Всем привет! В пятницу я опубликовал видео, в котором решил отдать замок одному из подписчиков. И в этом видео мы узнаем, кто же этот счастливчик у нас. Итак, после того, как я опубликовал видео, сразу посыпались комментарии. Комментарии и на видео, и на мою страничку в ВК, так как я ее выложил в описании. Итак, что произошло? В течение 20 минут я получил около 400 сообщений. Сообщения, в которых содержало просто вот это видео, вот это видео я угадал, вот это видео я угадал и так далее. Либо просто ты замок отдаешь, привет. Я не стал это все читать и удалил страницу. На некоторое время удалил страницу, потому что этот спам невозможно было остановить. И все-таки после того я оставил скайп, рассмотрел все варианты, которые могли быть. Кто-то предлагал деньги, кто-то предлагал какие-то аккаунты везде. Все нормально. Спасибо, ребят, за активность. Но, к сожалению, к сожалению, это не то, что... Чего бы я хотел. Я столько два года играл в этом замке не для того, чтобы отдать свой замок, не знаю, вот такому человеку, скажем так, который сейчас возьмет эти 23 миллиамма силы, сольет или завтра просто возьмет, продаст его и сделает еще что-либо. Либо перепродаст. В итоге, немного подумав, если я выложу видео, что я продаю замок, там бла-бла-бла, то аккаунт будет у вас вот такая картинка, которая у нас стоит сейчас на логу. В конце концов у вас будет вот такая картиночка, потому что пойдут сообщества, побегут с этим видео и скажут, вот, 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 он продал замок, он купил. В итоге я оставил самому сильному игроку нашего 91-го королевства этот замок как ферма, который не только развивал, думал о себе и который развивал альянс и продвигал, продвигал именно русское братство, СНГ, СССР бывший. То есть этот игрок, он сделал очень многое для нашего королевства и за что ему отдельная благодарность. Спасибо за поддержку, это первое, что я вам хочу сказать. Второе, за два года этой игры мы не получили. Сейчас есть около больше десятка таких игр, точно таких же как Clash of Kings, в которых очень маленькая аудитория, но очень качественный контент. То есть у них игра, она работает без багов, без ничего, разработчики стараются и доводят игру до ума. Но случай с Clash of Kings это не так совершенно. Они вытаскивают всякие события, всякие давайте постройки, 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 а завтра починим, послезавтра починим и ничего не чинят. В итоге, когда я опубликовал видео, где был такой момент, где новая техподдержка, был такой момент, очень-очень критиковал я разработчиков, позже мы это видео удалили. Я критиковал разработчиков по поводу того, что нету такого, как восстановить замок, что нету такой иконочки, где можно было пошагово, игрок мог все это сам самостоятельно сделать. Но спустя два года разработчики это именно добавили, спустя два года. То есть игра, она набрала аудиторию за счет социального сообщества, то есть социальной сети за счет сообществ, продвигая сообщество и набрала себе такую аудиторию, набрала игроков. И все, наверное, я думаю, ни для кого не секрет, кто сейчас играет и понимает, что качает там пятое величие, второе, третье, как достаются эти символы величия и как вообще работает. Если бы не было ферм в этой игре, то было бы все очень-очень сложно. Конечно, без доната тоже можно играть, но тем не менее, я считаю, что если ты рабочий человек, 8 часов проводишь на работе и уделяешь в течение этого времени 30 минут, по 5 минут в день этой игре, то есть в рабочее время, и в остальное время ты просто закидываешь, заходишь, закидываешь в фермы, там отправляешь на ресурсы, сам процесс и механика игры, она просто, она исчерпывает себя. То есть время, твоя занятность в этой игре, получается именно ты собираешь там ресурсы на фермах, переключаешься аккаунты, отправляешь, переключаешься и не понимаешь, что на самом деле происходит. Сфокусирован ты на своем замке, конечно, для тех, кто уже имеет 10-20 ферм, это не проблема. Но проблема фермы, это действительно и есть проблема, потому что если у тебя твои фермы будут бомбить, и бомбить очень сильно, то считай, весь день твой сегодня уйдет на эти фермы, на защиту этих ферм. Ладно, ну, я не смогу очень коротко это все рассказать, поэтому еще раз спасибо тех, кто поддержал меня, тех, кто хочет еще видео видеть Clash of Kings. К сожалению, я не буду больше публиковать видео про эту игру, и вам не советую играть в это. Играть в Clash of Kings мы больше на этом канале не будем, кто не желает, можете сразу отписаться от этого канала. На этом канале будут видео, связанные с играми на андроиде. Мы будем делать, я постараюсь на следующей неделе, то есть уже завтра постараюсь сделать какую-нибудь рубрику с видосами на андроид, бесплатными играми. Ну, в общем, разберемся. После того, как я опубликовал это видео, в течение часа, выслушав всех, рассмотрев все, прочитав все сообщения, я пришел к такому выводу. На самом деле, польза была от этого видео на нашем канале. Очень многие начали предлагать свои замки, и очень многие готовы расстаться с этой игрой. Так что для тех, кто это делал, каждому я писать личное сообщение не буду, но для тех всех, кто это хочет сделать и как пытается сделать и не может, то пишите мне в скайп, либо в нашу группу, я ее тоже закрыл, потому что этот спам просто я не мог удержать. Одному это контролировать все очень сложно, особенно на выходных. Итак, какая рубрика у нас появится? Если вам надоело играть в Clash of Kings, просто надоело играть, и вы хотите отдать свой замок, просто даете нам, мы вместе с вами, садимся, заходим в скайп, разговариваем, вы рассказываете, как вы пришли игру и самые интересные моменты своей игры, и почему там хотите отдать, и кому отдать. И дальше в видео мы выставим ваш профиль. Но учитывайте то, что будьте готовы к тому, что замок не нужно продавать, потому что на купле-продаже замков очень много мошенничества, очень много разочарования. Поэтому не купли-продажи, не занимайтесь и не вмешивайтесь в это. Я вам советую. Берите игру, отдайте в свое время этой игре, а не нервы, деньги или еще что-либо. На этом все. Всем пока. Спасибо еще раз за активное участие. Молодцы. Ребята даже там тетрадьки взяли, на тетрадках написали. Круто, круто. Хорошо. Всем удачи, ребят. С наступающим. Со следующей недели мы начинаем продвигать дальше наш канал. И ставим лайки, да. Не забываем. Всем пока еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.